В прямом эфире репортера новости в студии Ксения Жарова. Здравствуйте. Сильный пожар уничтожил двухэтажный корпус санатория «Красные зори». Возгорание произошло поздно вечером в среду, но спасатели продолжали свою работу и сегодня из-за сильного задымления. Пламя едва не перекинулось на частные дома, которые находятся рядом с заброшенной здравницей. На территории бывшего санатория не оказалось ни гидрантов, ни воды. Тушить огонь пришлось силами городского водопровода. Причины возгорания устанавливаются, но местные говорят, скорее всего, речь идет о поджоге. Так выглядит сгоревший корпус сегодня. Спасатели работали всю ночь без перерыва, но остатки здания продолжают тлеть. Никто не пострадал. Здание давно заброшено, но совсем рядом – жилые дома. Здесь никто не жил, поэтому какие могут быть причины возгорания. Свет отключен, все отключено. Наталкивает на мысль, что просто кому-то нужна зеленая зона, очередному большому застройщику. Все говорят, что видели молодчиков. Молодые парни в черном одеты, капюшоны. На голову все склонили голову и ушли. Я тоже их видела, но чуть подальше. Двухэтажный корпус загорелся около 10 часов вечера. Пожарные приехали на место быстро, но не обнаружили заброшенки ни гидрантов, ни воды. Санаторий принадлежит у корпуса здравоохранения. Санаторий в заброшенном состоянии. Данный корпус не действующий. Проблемы с пожарными гидрантами там не было, ввиду отсутствия такого же. Пожарные гидранты использовались в городских сетях. Когда-то санаторию Красной Зори принадлежало 14 гектаров. Здесь располагались 6 корпусов. Окончательно санаторий закрыли в марте этого года. Теперь здесь полная разруха. Несколько раз были пожары, обитают бездомные, а также здесь нашли труп. Ну так просто не может быть. Один пожар, второй пожар. В пятом корпусе у нас нашли человека просто мертвый. Десять дней пролежало. Мама Ольги проработала в санатории 40 лет. Всем, кто помнит былое прошлое, смотреть на разрушенные корпусы сложно. Меньше чем за год здания пришли в упадок. По полторы тысячи человек отдыхало так за месяц. Это были очень красивые времена, понимаете. И директора были, которые достойные, они уходили, менялись. Понимаете, не было такого никогда, чтобы вот так такая разруха. Как Одесса на все это смотрит. В прошлом году даже люди здесь отдыхали. Тем временем в полиции уже заявили, что проведут расследование по факту отсутствия здания гидрантов и других противопожарных средств. Причины пожара устанавливает ГСЧС. Анна Градианцова, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер». Расследование трагедии в санатории «Виктория» продолжается. Результатов пожарно-технической и строительной экспертиз пока нет. Об этом сообщили на заседании Временной комиссии по изучению обстоятельств пожара. По словам представителя прокуратуры, подозрения объявлены только двум должностным лицам. Один из них, директор лагеря, не сотрудничает со следствием. Кроме того, количество экспертиз увеличено до 28. Также в полиции отчитали, что 30 родителей отказали в допросе их детей. Результаты экспертиз должны обнародовать в ноябре. Буквально в понедельник, сегодня четверг, в понедельник, мы завезли в Киев дополнительные материалы, дополнительные видео, установленные нами в ходе следствия, дополнительные фото, которые необходимы экспертам для того, чтобы дать нам окончательный результат. Надеемся на то, что пожарно-техническую экспертизу мы получим в этом месяце. Хотя хотели ее получить, конечно же, в октябре. Кроме того, в ходе заседания общественники заявили о вероятных причинах трагедии. По одной из версий, в ванном помещении сгоревшего корпуса на протяжении недели протекал бачок. По струю воды подставляли ведро, но в день пожара некоторые комнаты, по их словам, были затоплены, что и могло привести к замыканию. Фактически в тот день вода тепла целый день струей сострованный первый этаж, протекая в четвертую, пятую, шестую и третью комнаты. Тогда Игорова еще раз пожаловалась в Черновой, которая посоветовала потерпеть до конца, потому что сантехник, по ее словам, уволился. То есть сантехник, как и не пришел. Пробудка в туалете находилась в металлической бухле. Выводы пусть сделают эксперты. Для изучения общей ситуации пожарной безопасности в области госслужба по чрезвычайным ситуациям провела 617 проверок в учреждении социальной сферы. Среди них почти полтысячи – это школы и детсады. По результатам подготовлены 39 исков в суд о закрытии организации за нарушение мер безопасности. Сумму, которая необходима для полного обеспечения модернизации противопожарной системы в области, озвучили в ГСЧС. Загальная сумма финансов, которая необходима для обеспечения пожарной и технологической безопасности на этих объектах, складывается 714 миллионов гривен. Как тимчасовый заход можно на сегодняшний день встанавливать такие тревожные кнопки с последующим, скажем так, нарушением в разе надходения финансов и обеспечения полной меры всей системы автоматической пожарной сигнализации. Пьяный водитель совершил наезд на четырех подростков в Савране. В результате происшествия 15-летняя девушка скончалась на месте. Остальные пострадавшие попали в больницу. Один из них в тяжелом состоянии находится в реанимации. Виновник трагедии с места происшествия скрылся. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, задержанному за нарушение правил дорожного движения. Повлекшее за собой гибель может грозить лишение свободы сроком до 8 лет. Нашли крайних. В Приморском суде избрали меру пресечения двоим военнослужащим аэродрома «Школьный». Проходящие службу воинской части А-3571 подполковник Сергей Григоращенко и рядовой Вадим Оведенко получили 60 суток домашнего ареста на время проведения следственных работ. 31 октября представители торгового центра «Сити-центр» нарушили границу военного городка для установки временного забора. Позже оказалось, что у застройщика были все разрешительные документы. Григоращенко, исполнявшего на момент инцидента обязанности командира части, обвиняют в невыполнении армейского устава. А именно, по мнению прокуратуры, он должен был отдать приказ подчиненным провести выстрел в воздух. После чего, в случае неповиновения, открыть огонь на поражение. Теперь Григоращенко грозит срок от 7 до 10 лет лишения свободы. Меня меняет в том, что я не дал разрешения на открытие огня. То есть, стрелкового оружия и открытие огня. При том, при всем, что, как вы, наверное, слышали, будучи сейчас в суде, что у людей, которые как бы там действуют незаконно, но они имели с собой реально все правонаступающие документы. И акт от взвода на землю. И имели акт, не, будивництво, было та же дозвол на будивництво. Схемы были у них всех утверждены с мэрией, было все согласовано. И представьте себе вторую позицию. Рядом стоят 15 человек полицейских, которые прибыли туда заранее, подготовленные по их охране. Если бы я давал команду открывать огонь, а полицейские, зная, что эти люди правы, и они прибыли для их защиты, они что бы сделали? Они бы и защищали их, и открыли бы огонь в нашу сторону. Соответственно, мои люди начали бы стрелять еще и в полицейских. Рядового Вадима Аведенко обвиняют в нарушении правил караула и патрулирования в момент инцидента. Так, по мнению прокуратуры, в ту ночь у военнослужащего не было при себе автомата. Оружие рядовой оставил в сейфе. Теперь Аведенко грозит лишения свободы от 3 до 8 лет. Это солдат, который обнаружил с самого начала проведения ремонтных работ. Просто выполнял свои обязанности, просто патрулировал, доложил, как положено, наверху. А теперь его тоже делают крайне. Даже я не могу понять, что ему можно инкриминировать. Тем временем адвокаты, обвиняемые Григоращенко и Аведенко, собираются подать апелляцию на решение суда. Прокуратура также планирует обжаловать решение судьи. Антирейдерский штаб при облгосадминистрации провел свое очередное заседание. Чиновники и правоохранители рассмотрели несколько обращений от аграриев региона, которые пожаловались на рейдерский захват. Больше всего нареканий вызвала работа Госгеокадастра, которому замгубернатора Александр Терещук дал поручение в сжатые сроки разобраться в вопросах оформления земельных участков. Ведомстве же обвиняют власть на местах в постоянных нарушениях и фиктивных договорах. Это и угоди на добровольное внесение оренда. Это латентные договоры оренда, которые заключаются органы местного освободивания на земельном средине, расходящей за межами местного пункта сельского правительства. Это порушение возможности земельного законодательства, как держгеокадастра имеет право распоряжения земельными, которые находятся за межами местного правительства сельхозпределения. Такие договоры местная власть заключает на год, а должна на 7 лет. В свою очередь правоохранители сообщили, что по многим заявлениям уже начались проверки и расследования. Их результат будет обнародован на следующем заседании штаба. Второе место в неутешительном рейтинге заболеваемости корью занимает Одесская область. Из-за отсутствия прививки в регионе погибли два ребенка. Становить опасную тенденцию врачи решили проведением семинаров с участием директоров школ, детсадов и медицинских работников. Специалисты опровергают заявление о запрете пускать детей в образовательные заведения без прививок. Есть пропозиция до местных органов власти, что до обмежения присутствия детей, которые не щеплены от киру, в детских и школьных коллективах. Компания про щеплены детей проходит у нас достаточно успешно. Но мы не справимся сейчас с захватом всех детей, потому что, на жаль, что в сообществе есть непоразумение необходимости этого щепления. Медики уверяют, что более 80% детей в возрасте до одного года и шестилетние сейчас привиты. И за последнее время никаких осложнений после вакцинации, кроме индивидуальных реакций организма, не наблюдается. Более того, пресловутые индийские вакцины не используются. Я всегда своим пациентам говорю, что если после введения вакцины у вас есть местная реакция в виде небольшого покраснения или болезненности в месте введения, или, может быть, небольшая температурная реакция, начиная с четвертого дня, это говорит о том, что вакцина работает. Это говорит о том, что ваша иммунная система ее увидела. Чтобы все спали спокойно, для профилактики кори, краснухи и пидпаратита у нас на сегодняшний день бельгийская вакцина. По словам специалистов, индийские вакцины используются только против коклюша, дифтерии и столбняка. Все они проходят независимый контроль. Что же касается профилактики кори, то необходимые иммунные препараты бельгийского и французского производства есть в детских поликлиниках. Родители могут получить их бесплатно. Горзелентрес начал высадку новых деревьев в центре города. Всего в этом году предприятие планирует высадить почти 1800 деревьев, выращенных в Одесской области. Планирует таким образом озеленить всю старую часть города. Деревья где-то до 4 метров, возраст не менее 10 лет, с закрытой корневой системой. Было принято решение высаживать деревья в этом году только с закрытой корневой системой. Во-первых, они лучше приживаются, они уже взрослые, не будут попадать под всякий вандализм, потому что такое дерево очень трудно сломать. Следующие работы запланированы на Большой и Малой Арнаутской. В Одессе в честь знаменитого академика и винодела Василия Таирова установили памятный знак на пересечении улиц Королева и Вильямса. Инициаторами решения стала армянская община. Открытие памятника приурочили специально к дню рождения своего земляка. Таиров положил начало созданию научной школы виноградарства и виноделия. С именем знаменитого профессора связано развитие винной индустрии в Одессе. Мы с вами находимся в так называемом исторически сложившемся поселке Таирова. Этот поселок был назван в честь известного ученого, винодела Таирова, который, ехавшись с Крыма на повозки, пробовал все почвы, брал почву на анализы. И на итог нашел ту территорию, которую посчитал самой правильной для высадки своих виноградников. Так вот, мы сейчас с вами находимся на той территории, где издавна были виноградники, которые популяризировали Одессу во всем мире. Идею я его хорошо знаю, когда мы восстанавливали Таировские институты лет 12 назад. Я изучал все документации тогда, как восстановить все, и в автобиографии, я все хорошо знал. Поэтому идея пришла, что должен быть виноград, должен быть ваза, и должен быть армянский стиль камня. Почему? Потому что он родом из Армении. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с репортером. Удачи и берегите себя.